Всем добрый день! Сейчас готовлю вкусный салатик. Его можно приготовить как в будний день, в выходной день, так же и на праздничный стол. Нам нужна цветная капуста и брокколи. У меня закипает вода. Сейчас я все это погружаю в кипящую воду, отключаю плиту и через одну минуту перекладываю все это в холодную воду. Брокколи переворачиваем на бумажное полотенце зонтиками вниз, чтобы быстрее вся влага стекла. И нарезаем произвольными кусочками. Можно мельче, можно крупнее, как вам удобно. Брокколи цветную капусту я вот так измельчила. Добавляю сюда маринованный лук. Порезать его не очень крупно. Добавить столовую ложку лимонного сока и воды, чтобы только был покрыт лук. Минут на 10. Отварное яйцо. Куриная грудка. Заправка очень простая будет. Домашний майонез у меня. И я добавляю сюда 1 зубчик чеснока. Немного перца. Так как я овощи и курицу отваривала без соли, я немного добавлю соли. И перемешиваем. Попробуйте сейчас на соль и на остроту, чтобы было по вашему вкусу. Салат перекладываю в салатник. Сверху салат обильно засыпаем тертым сыром. Я использую моцарелла сыр. Вы можете взять любой. Так как у нас получается салат, как праздничный вариант я делаю, нужно его немножко украсить. Сейчас я буду делать из сыра пармезан зимние узоры для салата. Нам нужно сковороду. Сковороду с непригораемым покрытием. И сыр нужен пармезан или заменитель пармезана. Я уже использую вот такой готовый натертый сыр пармезан. В сковороду я насыпаю сыр. Комфорку нагреваем меньше среднего. Убираем температуру. Как только увидели, что сыр расплавился, сразу выключаю плиту и поднимаю его с огня. На плиту больше не ставим. Нам нужно дать возможности, чтобы сыр немного у нас остыл. Я вот сейчас трогаю сыр. Посмотрите, он у нас плохо отрывается от сковороды. Нужно дать немного ему остыть. Все, сыр у нас легко поднимается. И сейчас я его переложу на тарелку, на бумажное полотенце. Каждый раз будут получаться абсолютно разные узоры. Два или три раза нужно будет вот так приготовить сыр, в зависимости от того, насколько у вас большой салат. Вот такой салат получился. Он очень вкусный по ингредиентам. И такое необычное и простое зимнее оформление. Название можно дать любое. Я бы назвала этот салат «Метелица», «Зимушка-зима» или «Снежный». Предложите свое название. Как бы вы назвали этот салат? Буду надеяться, что кому-то из вас эта идея к новогоднему столу пригодится. Не забывайте подписываться на мой канал. Очень рада, что вы были со мной и потратили свое драгоценное время. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok